Друзья, всем привет! Снова с вами Олесь Селезнёва. Как видите, я сегодня не одна. Я вам хочу представить своего нового партнёра. Но это ещё наш друг семьи. Это очень лучезарный, светлый, добрый человек. Спасибо. Юля Вячина. Прошу любить и жаловать. Буквально неделю назад Юля присоединилась к нашей дружной команде, команде Number One, чтобы ты знала, как она называется. Надо записать. Но всё было не так быстро, как я вам сейчас рассказала. На самом деле Юле одной из первых я рассказала про Армель, но почему-то целый год, а может быть даже и больше, Юля не приходила на встречи. И вот я хотела Юлю тебя спросить. Первый мой вопрос. Что же послужило толчком к тому, что ты всё-таки пришла к нам в офис и так быстро приняла решение и присоединилась в компанию Армель? Меня очень часто зовут во всякие сетевые проекты. Вот. Один сетевой проект когда-то мы с вами вместе начинали. То есть мы уже работали вместе. И меня всегда постоянно зовут во всякие разные сети. И поэтому браться за что-то новое у меня просто нет сил, времени и так далее. Вот. Но я год присматривалась к вашей работе, увидела, какой замечательный у вас был рост. Вот. Очень радовалась за вами белой завистью. Вот. Совершенно. Ничего корыстного. Юля, чёрной завистью не умеет. Да. И наконец-то я к вам дошла. Но пришла для того, чтобы выбрать аромат, потому что, как оказалось, что мы неправильно выбираем аромат. Мы выбираем то, что нам нравится, да? Побрызгав в магазине на всю одежду, всю, какая есть, потом нюхая, всё это перепуталось. В общем, что понравилось, то и купили. Вот. Ну, познакомилась тут с вашей Альбиной. Вот. Арома-волшебница действительно. И она подобрала аромат, который действительно помогает не только, так сказать, в работе, он тебе приятен, но и оказывается даже в личном плане. Супер. Здорово. Вот. Меня привело вот это. То есть изначально ты пришла просто подобрать аромат для себя и увидела для себя выгоду стать умным покупателем и приобрела вот такую чудо-папочку. Не сразу. Не сразу. Сначала, да. Что-то осталось. Потом я вам позвонила и сказала, хорошо, я возьму эту чудо-папочку. Не такие уже большие деньги. Думаю, буквально несколько ароматов я так думаю продам, и она мне окупится. И все пробники останутся у меня. То, что мне не нравится, я раздарю. Там мужские я отдам брату. В общем, у меня была вот такая цель, если честно. Да, да. Я всё просчитала. То есть очень выгодная папочка. Просто её приобрести и пользоваться. То есть ни о каком вообще бизнесе, ни о каких заказах речи вообще не стояло в твоей голове. Да, даже сейчас ещё до сих пор нету. Но вот случайно набралась 17. Вот представляете, друзья, неспроста мы выложили вот эти ароматы. Это не просто муляж, это не просто так для эстетического вида. Это заказ Юлия буквально за неделю. Нет, не за неделю, даже, так скажем, в субботу я сделала, причём только женские. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Всё. Четыре дня. В среду. Среда. Четыре-пять дней. Юль, скажи, пожалуйста, вот уверенно сейчас многие смотрят и думают, ну как, ну как, человек, который вообще пришёл не для бизнеса, который не собирался ничего, я тут не могу 2-3 заказика набрать, а тут 17 ароматов, поделись, пожалуйста. Просто выходной день был, суббота, воскресенье. По входным я обычно работаю, сами знаете, свадьба, юбилеи, а это был выходной, и я ходила в гости, а там были мои друзья. Вот, я их всех подушила, они все понюхали, заказали, на работу пришла, тоже мимоходом. Да, там особо некогда нам, конечно, всеми этими делами заниматься, я просто дала девочкам домой, давала, то есть на ночь, то есть они нюхали, выбирали, вот. И возвращалась аромоведительница с заказом, да? Да, всё, что понравилось, я потом уже их, я же их берегу, пробники. Теперь уже. Я же и для своих целей купила, да. Я их потом мазала, в общем, всё, они выбирали. Скажи, понравился ли тебе самой этот процесс, да, вот именно простота этого процесса? И как вообще реагировали люди? Потому что большинство людей, которые сейчас смотрят это видео, уверенно, они боятся отказов и боятся то, что, а что обо мне подумают? Вдруг я тут какую-то, извините, зашла в пигню. Ну, не нужно относиться к этому, как к работе, прежде всего. Потому что мы и так, у нас и так кругом работа. Нужно это, мы же женщина, да, ну, в принципе, и мужчина, да. Мы собираемся в компании, о чём мы обычно разговариваем? О том, что весна никак не придёт. О косметике, кто чем пользуется, у кого тушь закончилась, вот это вот тушь хорошая, там кто-то рекомендует, вот это плохая. То же самое там, а вот про Армели слышали, слышали, ну, вот так вот. А кому какие нравятся. То есть всё довольно просто на фоне обычной дружеской беседы. Да, и нужно к этому относиться, как к работе, просто нужно получить от этого удовольствие. Отлично, шикарный совет. И ещё один вопрос. Скажи, довольна ли ты доходом? Мы не будем его озвучивать, да. Кто хочет, может... Кто позавидует ещё, да. Кто математик может просчитать? Довольна ли ты вот за такой короткий промежуток тем доходом, который у тебя получился, ну, достаточно просто? И планируешь ли ты развиваться дальше? Вообще понравилось ли тебе? Я очень довольна, потому что, если дай бог, так бы вот пошло бы, то есть работу можно бросать основную, возможно, несколько дополнительных ещё. Основная работа у тебя какая для тех, кто тебя не знает? Я работаю музыкальным руководителем в детском саду. Отлично, творческий человек. Да. Ну что ж, Юль, спасибо тебе огромное за ту информацию, которую ты поделилась. Уверена, что всем ты понравилась. Юля, душа компании, и вам, Юлю, рекомендую... Приходите, звоните, пишите. Да, Юлю, рекомендую вам как того человека, за которым можно прийти в команду, да, потому что, ну, вы просто пообщаетесь, и вы поймёте, почему я это говорю. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Подведём итог, да, друзья? Ничего не бойтесь, принимайте решение, потому что все, кто за вами наблюдает, они тоже наблюдают за вами, да? Что сказал, масло масляное? За вами наблюдают. Люди спрашивают, интересуются, но проходит время, они слышат, о, там Армель, там Армель, тут Армель, и всё равно рано или поздно придут. Ну, а я от тебя хочу добавить, друзья, что бизнес с Армель – это просто. Всем до связи, всем пока. С вами была Юлия Вечина и Алиса Селеднева. Спасибо, до свидания. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры сделал DimaTorzok